Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Я думаю, что он должен называться Дождалась, потому что я ждала некоторых решений, каких-то новостей, каких-то посылок и все сложилось очень вовремя. Ему невозможно не радоваться, так что сегодня обо всем по чуть-чуть и мы так хотели поехать в отпуск. Я вам об этом говорила, мы планировали Хорватию. Вообще в идеале было бы привезти сюда мою маму, чтобы она приехала там на поезде, на автобусе, на самолете, как угодно в Польшу, чтобы мы отсюда поехали все вместе в Хорватию. Собаку мы тоже берем с собой, но к сожалению пока что без карантина не обойтись и мы решили ехать сами. И что бы я делала без вас, без моих зрителей в инстаграме я спросила у вас. Возможно кто-то ехал транзитом через некоторые страны в Хорватию из Польши. Не поверите, но моя зрительница ехала со своей семьей из Кракова в Хорватию на днях и она написала нам трассу, какая ситуация на границах. В основном просто машут рукой и говорят проезжайте, проезжайте или записывают откуда вы и куда направляетесь. Проверяют резервацию отеля, но в основном все тихо, мирно и спокойно, так что мы уже выбираем отель, точнее даже комплекс, куда мы хотели бы отправиться. Я думаю, что все сложится еще лучше и на следующей неделе Томак уже взял отпуск, у нас уже нет выхода, мы таки поедем. Так что я в предвкушении и нужно пересмотреть, чего не хватает детям, есть ли у меня все, аптечку и все дела, я теперь аптечку заранее собираю на всякий случай. Она лежит, правда уже готовая, но нужно перепроверить, не вышел ли какой-то срок годности, все ли там есть, ничего ли не закончилось. Так что буду потихоньку собирать чемоданы на выходных, потому что в будние дни со временем сложновато сейчас. Это вот самая такая положительная новость, которая греет душу и пойдем что-то вам покажу. Сходила я значит к парикмахеру, по-моему, вообще незаметно, что-то пошло не так, но лучше так, чем когда тебе сразу рубанут много и ты потом с сегодняшнего дня начинаешь отращивать волосы, это я тоже проходила. Теперь не знаю, когда я попаду к своему мастеру, то же самое с дерматологом, с косметологом. О косметологе и о процедурах, которые я раньше делала, я расскажу в отдельном видео, которое я буду готовить вскоре об уходе за кожей. И я думаю, что для многих сейчас это будет актуально, потому что многие сидели дома, отсутствие физической активности, отсутствие возможности посетить своих любимых специалистов. Покажу вам то, чем я спасаюсь дома, это те средства, которые всегда со мной, которые спасают меня в любой ситуации и самое главное, их можно приобрести в ближайшие аптеки и они разработаны ведущими специалистами, то есть это такой активный уход, который работает наотменно. Все это вы можете найти в ближайшей аптеке и сейчас на эти средства, на разные категории действуют скидки до 25%. Всю информацию я оставлю внизу в инфобоксе, все, что мне удастся найти и все полные названия. Помните, в прошлом году на фоне аллергии у меня начался зуд кожи головы, у меня аллергия проявляется от пыльцы, даже от пыли. Вот и тогда мой врач назначала мне шампунь от марки Виши из линейки Деркос, только с такой зеленой этикеткой, он от перхоти и от зуда. И вы знаете, я открыла для себя Виши с другой стороны. У меня также сейчас в использовании их кондиционер из витаминной линейки, тоже Деркос. И сегодня я собираюсь в аптеку и как раз докуплю маску, которая у меня закончилась давненько и мне хочется к ней вернуться с маслами, которая тоже была в фаворитах года когда-то и надолго хватает. Это тоже немаловажный фактор. И по типу волос вы также можете себе подобрать. Сейчас у меня такой уплотняющий шампунь, все отлично мне подходят и не вызывают раздражения и волосы в хорошем состоянии. Сейчас солнце, все это конечно тоже плохо влияет. В летом у меня более сухие волосы, чем обычно. Так что нужна масочка, поеду. И также за время карантина я позволяла себе больше каких-то вкусняшек, сладостей. К сожалению, это сказалось. На состоянии моего лица, сколько себя помню на ютубе, я всегда сэфокла рду, несмотря на то, что у меня не проблемная кожа, то есть у меня не типичная акне, а у меня периодически появляются высыпания перед днем икс или я что-то съем или какой-то стресс. Я вижу огромную разницу, когда, например, обсыпала вечером, используя фоклар, он на основе салициловой кислоты и утром все гораздо лучше. У них вообще вся линейка предназначена для проблемной кожи, также для тех, кто страдает акне. Но также у меня был крем Толериан. Вот Толериан целая гамма, предназначенная для чувствительной кожи, склонная к аллергии. Если для вас это актуально, то обратите внимание. И также мы недавно побывали на пляже. Я говорю, Томек, нанеси SPF, сгори же. Мы всю весну просидели дома и сейчас возьми, выйдя на активное солнце. Как-никак лето. У нас иногда случаются жаркие дни. Вот Томек так сгорел, я не помню, когда он так страдал. И теперь выходит, говорит, Оль, намажь меня тем своим кремом. У Ларош Позе, опять же, мне действительно очень нравится этот уход. В них есть разные линейки. И с каждой у меня есть такие мастхевы, которые всегда есть в моей косметичке. И вот Ангелиос, там есть и для младенцев, мамочки, кто спрашивал. У меня есть лосьоны, которые можно наносить на влажную кожу. И их я использую для себя на пляже и также для детей на открытом солнце. А на лицо я использую вот такой очень легкий флюид. Он очень быстро распределяется, впитывается под макияж отменно. И здесь SPF 50. Вот SPF 50 для меня это самая такая надежная защита, потому что я светлая, кожа светлая. И у них есть и 30-ка, также в спрее можно выбрать. Но для лица мне очень нравится вот этот легенький. В общем, у них целая линейка. Вы обязательно что-то для себя выберете. И также сейчас я стараюсь использовать больше разных масочек, часто очищающих, для того, чтобы поскорее убрать все загрязнения, которые накопились. Ну и летом больше севом на лице. Это все нужно хорошо убирать. Нравится Эфоклар. Недавно вам показывала масочка на основе глины. И вот Эфоклар, он с салициловой кислотой. На ночь наношу и утром для того, чтобы бережно очистить кожу, я использую увлажняющий крем-гель от бренда ЦРВ. Вообще ЦРВ это про бережное отношение к коже, про то, чтобы сохранить защитный барьер. Здесь комплекс трех церамидов. Также в каждом средстве есть гиалуроновая кислота. Для увлажнения тела мне тоже очень нравится их легкий лосьон, но бомбически увлажняет. Очищающее средство вы выбираете себе по типу кожи, также по консистенции, которая вам нравится. Это крем-гель, но он очень легкий. Он не оставляет какой-то пленки, при этом не пересушивает, не стягивает. У них также есть еще для комбинированной кожи. Этот больше подходит для обезвоженной и сухой. И вот как раз летом я люблю использовать и один, и второй, потому что вечером я чуть лучше, чуть более интенсивно очищаю кожу. Потому что нужно смыть и макияж, если он есть, а если нет, то SPF. И весь уход, всю грязь. Так что ЦРВ это просто мои любимцы для очищения кожи. И последнее средство это тоже Виши, линейка Лифт Актив. У них весь уход на основе термальной воды. Помните, в прошлом году мы также были с ними в пресс-туре, и тогда я видела, как это все производится. Захватывающе, конечно. Жалко, что в этом году сидим дома. Но зато еще больше ценим то, что было в прошлом. А это у меня линейка Лифт Актив. Очень легкий флюид. Тоже SPF 25. И вся гамма Лифт Актив, она идет с витамином С, направлена на выработку коллагена, на то, чтобы сделать кожу более эластичной, убрать пигментацию. Я думаю, что тоже для возрастных девочек будет актуально. Я бы с удовольствием и своей маме такое подарила. И здесь SPF 25, то есть еще защита от солнца. У него такая приятная легкая консистенция, быстро впитывается. И очень классная душка. Я сейчас еще использую их ампулы. Там курс с витамином С. Очень удобно, что каждый раз открываешь, и у тебя свежеактивный витамин С. И узнаете, как пройти курс у косметолога. Мне очень нравится эта задумка. Я покажу вам их в уходе. Кто интересовался, какой витамин С использую, сейчас этот уже подходит к концу. Так что могу поделиться с вами своим мнением. Вот такие фаворитики. Сегодня достала своего еще одного любимца лета. Это рубашка из льна, из H&M. Хотела в прошлом году купить белую, но так ее и не застала. Все разобрали в моем размере. И в прошлом году, в это время, мы как раз были в Италии. К сожалению, Италия, Тоскана нам не светит в этом сезоне, скорее всего. Но зато остались какие-то приятные воспоминания, какие-то ассоциации. Так что я готова выбегать уже по своим делам. Хотелось бы подъехать на распродажу, потому что у нас уже начались скидки. И купить кое-что детям. Возможно, еще себе что-то присмотрю. Помните пионы, которые я покупала у бабушки? Гляньте, как они распустились. А то я как не зайду в Инстаграм, у всех одни чупа-чупсы в ленте. И все жалуются, что они не распускаются. Вот эти бутоны большие. А эти прям все. Только два маленьких еще осталось. Я думаю, что они в процессе. Жалко, конечно, что пионы так быстро цветают. Мы тоже думали их посадить. Но как-то, не знаю, слишком мало времени они радуют. Так что купили другие, не менее красивые. Но вот с пионами у меня такие очень приятные, теплые воспоминания, связанные с Новгород-Северским. Там, где жила моя бабушка. Если вы оттуда, то привет вам. Огромный. Это моя историческая родина. У меня мама с тех краев. Вчера к нам нагрянули гости. Посмотрите, как улетел пирог. Очень простой, быстрый, всегда получается. Рецептик я оставлю в Инстаграме. Видео не успела снять, потому что торопилась. Он такой, знаете, очень воздушный и не тяжелый. Можно использовать любые фрукты, ягоды или даже сухофрукты. Например, чернослив тоже здорово. В общем, заглядывайте в Инстаграм, если вы там еще не со мной. Я сейчас все-таки съем остаток роскоши. Уже очень вкусный он. Самые обычные вещи решила подать. Красиво. Но нравится мне это дело. Видите, что досочка уже пошла в ход. Колбаску мы будем жарить на мангале, а не на гриле. Я вот так ее, как вам показать, блин, одной рукой. Вот так видите, ее чуть-чуть разрезаю для того, чтобы жир и все это вытекало из нее во время жарки. Также отварила молодой картофель. В этот раз мы делали спаржу не на гриле, а я просто отварила в соленой воде буквально 3 минуты и добавила тоже чесночное масло со всякими там зелеными штуками. Укроп, все, что у меня было. Петрушка, зелень, короче. И там вон еще салатик с помидорами и со сметаной. Мне говорили, что пионы эти не проживут долго, что они абсолютно нестойкие. Но они у нас уже неделю и все хорошо. Давно хотела показать вам обалденный летний салат. Нам понадобится сырая цветная капуста. Да, она может быть очень вкусной. С хумусом тоже, между прочим, редис. И вот такой зернистый творожок. Если у вас его нет, то берем самый обычный соль, перец. И поверьте мне, что вы не пожалеете. Нарезаем вот одни цветочки, без таких жестких частей. Не слишком крупно, но и не слишком мелко. И редис. Вот так один к одному получается приблизительно. Добавляем творожок. Ха, я вас обманула. Еще нам нужна зелень. У меня укроп. Немного соли. Соль и перец. Вкусно-то как? Обещала вам больше рецептиков. Берите на заметку. Яблоко вам не советую. Посмотрите, что происходит с нашей мебелью. Это все хорошо нужно сошлифовать и заново покрыть. Потому что Томок на быструю руку все делал. И слишком много вот этого вещества наложил. Мебель у нас из Икеи. И вот эту краску или что это, масло, без понятия. Но там, короче, специальная такая штука в банке продается тоже в Икее. И чтобы проще ее содержать в чистоте, мы заказали также стекло. И я думала, что оно приедет позже, когда мы уже все это проделаем. Но сосед был очень оперативным. И сегодня, нет, вчера, по-моему, да, приехали. Я такая, опачки, стекло. А тем временем Мика сжирает корзинки. Мы покупаем клубнику в таких корзинках. И когда их возвращаешь, то или тебе возвращают деньги, или ты меньше платишь за очередную корзинку с клубникой. То есть это вычитается из стоимости. Я чувствую, что вот этим дом не суждено вернуться. Видите, зверь охраняет дом, да? Мика, кто будет убирать? Я вообще не поняла. Мика, лапа ты моя. Господи, как я ее люблю. Сейчас я бы только знали. Мы даже повесили вот такой медальончик. Написано Мика. И со второй стороны наши номера телефонов в стомаке. Если вдруг наше золото потеряется. Я прям не ожидала, что такая любовь случится у нас. Вообще. Да? Но я ее не очень балую. В смысле, дисциплина у нас, конечно, жесткая, можно так сказать. Вот. Но все равно она очень любимая. Очень мять. Если вы увидите у кого-то яркое освещение, в Кракове, это у нас во дворе. Томак купил. Посадочная полоса для болиц, которые находятся недалеко. Это аэропорт в Кракове. На самом деле, Томаку очень понравились эти лампочки. И также он хотел каким-то образом подсветить розы. Мне кажется, что у него неплохо получилось. Сначала мы повесили выше. И думали еще сделать какую-то опору, чтобы это было, знаете, как в ресторанах и так далее. Но в конечном итоге опустили ниже. И нам очень даже понравилось. И мы планируем выключить вот это основное освещение, которое у нас было ранее. Потому что как-то так уютно, очень приятно. Так что видите, не только мне все нужное, не только я тяну все в дом. Потом, когда станет светлое, покажу вам, сколько у нас роз в этом году. В прошлом году мы немножечко пропустили цветение. Так как были в Италии и засуха страшная была. А в этом прям наслаждаемся. За время карантина у нас произошла оккупация зала. Кому это знакомо из вас по ту сторону экрана. Значит, я освободила весь сервант. Не потому, что мне надоел сервиз семейный Томака. Нет, он сам говорит, давай что-то такого свежего добавим. Чего-то более современного. Короче, крутили-вертели. Говорю, нам не хватает бокалов, стаканов. О, классная идея, как раз расставим все вино. Здесь разные напитки, которые мы привозили, которые нам дарили. И сегодня нужно убраться здесь. Потому что приехали мои посылки и нужно будет все это расставить. У детей две самые большие комнаты в этом доме. Нет, им не хватает места. Но когда-то настанет время, когда я еще буду просить посидеть со мной. По-моему, в этом влоге у нас намечается огромная распаковка. Это ваша заслуга. Давайте возьмем все за дело и я все вам расскажу. Глядя на все это, может показаться, что я переезжаю. Но нет. Просто некоторые предметы очень хрупкие. Они запакованы так добротно в объемной упаковке, чтобы ничего не разбилось. И это видео не спонсировано. Это целых три моих заказа из Ларри Дут. Кстати, об этом магазине с разными там штучками для интерьера. Также есть и одежда для женщин, мужчин и для детей. Я кое-что для деток также взяла. И вы мне писали, что там продаются столовые приборы, которые я покупала частями. Сначала купила один небольшой комплект, такой с цикадами. Помните? Постараюсь показать вам, как это выглядит. Возможно, кто-то хотел и не знал, где искать. Я зашла к ним, думаю, классный, интересный ассортимент. Там, кстати, есть не только артикулы для дома, но еще и детская одежда, мужская, женская. И вы мне писали, что на Ларри Дут продаются вот эти столовые приборы с цикадами. Я сначала купила небольшой комплект. Мне они очень нравились. Потом докупила еще один. И вот так потихоньку собрала все то, что у нас есть. Очень удобные, очень достойные. Иногда они встречаются даже в каких-то классных ресторанах. И даже в Италии в прошлом году мы были. Там подавали такие столовые приборы. Так что кто искал, теперь вы знаете, где они есть. И вот все, что у меня собралось. Так что давайте покажу вам. Надеюсь, что вам будет интересно. Первое я уже приоткрыла для того, чтобы проверить, все ли в порядке, ничего ли не разбилось. Все окей, я не стану зачитывать название. То, что все еще доступно, вы найдете в инфобоксе. Или, возможно, будут какие-то другие находки. Я также поделюсь с вами ссылочками. Уже давно все знают, насколько сильно я люблю накрывать на стол. И этого не отнять. Мне доставляет огромное удовольствие сам процесс подготовки к приему гостей. Даже планирование продуктов, которые мы купим. Что я буду готовить. И, конечно же, сервировка стола. Это мое все. Наверное, я могла бы заниматься этим. Вот не знаю, как-то декорировать витрины, что-то в этом духе. И я давно планировала купить какие-то новые бокалы, какие-то новые стаканы. Вот именно более парадно-выходные, а не на каждый день. У нас есть очень большие бокалы для вина. Я в них подаю апироль или какие-то другие коктейли. А вот для вина, ну, были простенькие 6 штуки. Они уже практически все разбились. И мне захотелось чего-то такого необычного. И мне показалось, что вот эти бокальчики будут смотреться очень аккуратно. Они также стойкие, не будут переворачиваться. Стекло не тоненькое. Для меня такая распаковка круче, чем покупки одежды, чем что угодно. И в одной такой коробке 4 бокальчика. Я заказала сразу 2 коробки. То есть у нас теперь 8 таких бокалов. Это очень красиво. И то, чего у меня не было, это опять же для столовых приборов. Я очень часто подаю вилки, ложки, ножи, например, в стакане. Или типа как в сотейнике, но он повыше. И мне всегда хотелось купить вот такую штучку, которую раз взяла, поставила так красиво на стол. И сейчас все плетеное, особенно в тренде. Есть и рамки на зеркала, и также подсвечники, помните, я покупала. И пуфы тоже плетеные, кресла. Я все думала о кресле, но я еще не избавилась от нашего красного злосчастного. Она меня очень раздражает. И его качество просто видно за километр. Просто супер-пупер. Ну, конечно, если вы надумаетесь помыть ложки, вилки. Сейчас Мика как проснется, как увидят все эти коробки. Я уже представляю, что меня ждет. Вот. Короче, вилки-ложки мы сушим в другом месте. Это просто, чтобы подавать приборы на стол. Много поместится всего. Четыре разных отделения. А я обычно вот так в одно все сгружу, а потом достаешь, где там вилка, где ложка. Почему я так много сегодня о них говорю, я не знаю. Когда я увидела эти стаканы, я поняла, что они очень хорошо нам подходят. Будет у нас тематический набор. Столовые приборы с цикадами и стаканы. Кстати, я увидела сразу и вот такие бокальчики на ножке. Невысокие, и они, опять же, устойчивые. И раз одни будем использовать, раз вторые. А также можно накрыть стол и поставить вино, например. И что-то там для воды, для сока. Вы скажете, Оля, у тебя там столько стаканов. Да, вы правы, у нас стаканы из Икеа самые дешевые. Знаете, что с ними случилось? По-моему, от посудомойки. Напишите, у кого такая же ситуация. Короче, они настолько поцарапались за эти два с половиной года, как будто я их там наждачкой оттираю. Мы вообще не пользуемся такими железными как бы ёршиками. И они сейчас выглядят, как будто я по наследству получила их от деда-прадеда. И вот это, наверное, второй раз в жизни я позволила себе прям так массово закупиться. После переезда вы спрашиваете, где я это всё храню. Не знаю, у меня большая кухня. Есть специальное место в кладовой, где я занимаю целых два ящика. Ну и здесь какое-то стекло. Это всё. Можно прям почувствовать себя как в каком-то ресторане. Настолько достойно и интересно это выглядит. Обалдеть! Эта вещь выглядела гораздо меньше на фотографиях. Я всё думала, стоит заказывать или нет. У меня разломалась моя подставка под десерты, под торты. Такая беленькая. Я опять же покупала всё частями. И я думаю, ладно, если что, то я потом верну. Но она прям такого размера, как не надо. Сюда поместится любая тарта, что угодно. Причём это камень. Можно даже что-то горячее поставить. Иногда на столе не хватает места. И я в курсе, что я наставляю много всего. Поэтому мы раскладываем полностью стол. Независимо от того, сколько гостей у нас в данный момент. Здорово, что мы с Томаком на одной волне. И всем это в удовольствие. Он всегда ставит цветы, свечи. Я помню, что когда я впервые приехала к нему в Краков, мы ночевали в квартире. И он утром, пока я спала, поехал за цветами нарциссы, как сейчас помню. Причём тогда была зима. Для меня это была дикость. Откуда он зимой взял нарциссы? А здесь после Нового года всегда появляются в продаже весенние цветы. И он ещё к завтраку зажёг свечи. Я так, к завтраку свечи? Типа, у нас так никто не делал. И также я заметила, что ему очень понравилась такая деревянная подставочка, которую я покупала в экшене. И он сам туда тоже ставит сейчас свечи и часто её использует. И также вот такую подставку можно использовать как подсвечник, то есть такая мультифункциональная вещь. При желании можно даже поставить какой-то цветок. Но я всё же взяла её в кухню. И она, опять же, такая тяжёленькая. Есть в разных цветах. Была ещё светленькая. Но пока я думала, что-то там выбирала, её не оказалось. То есть её уже кто-то купил. Я хочу вам сказать, что я очень довольна своими заказами. Я прям ни капельки не жалею. И уже сейчас могу сказать, что однозначно вам рекомендую. Прям крутые вещи, хорошее качество. И вот цена в этом случае оправдана. Вот правда. Вот эта штука, кстати, скорее всего будет стоять у меня где-то наверху. Потому что очень практичная. И также к ней в комплект я докупила самую необходимую в мире вещь. Не спрашивайте. Я давно думала, надо или не надо. Короче, взяла этот держатель для бумажных полотенец. Который надеваешь сюда, да, и потом отрываешь. Насколько это удобно, это мы с вами проверим. И что самое интересное, здесь уже всё подклеено, чтобы не поцарапать поверхность. Видите, детали, мелочи, а приятные. Шведский бренд 8Mood. И в такой большой коробке пришла разделочная доска. Я сейчас принесла нож, о котором я говорила. У нас есть и вилки, и ложки, и все дела. И нож не затачивает, не затачивает, не затупливается. И часто их также подают к стейкам. А я использую для нарезки овощей. Потому что как-то так очень удобно. Он не соскальзывает и всегда острый. Я подаю на таких досочках даже хлеб, какие-то закуски. И иногда я могу использовать её просто в качестве подставки под ещё какое-то блюдо. Я люблю, когда красиво, а не только вкусно. И, наверное, так будет всегда. Досочка увесистая, но нужно понимать, что здесь большое количество материала. И, к сожалению, они никогда не бывают бюджетными. Ну, оно того стоит. Кстати, я видела, что девчонки, которые живут в России, также показывали что-то из Ларидут. Там также есть мебель. Вот мне интересен был комод там. И я, наверное, посмотрю, сколько всего съест собака в нашем доме. И только потом докуплю что-то. Но они абсолютно точно доставляют в Россию и по Европе. Так что это не только в Польшу. Я там заказала вот такое небольшое зеркало. Они бывают в разных оправах, и в том числе вот этих плетёных, которые я только что вспоминала. В серебристой также видела. И они бывают разными. Помните, у нас здесь висели такие маленькие зеркала? Так как у меня всё золотисто какое-то в комнате, я решила взять вот такое маленькое зеркало. Но в него не смотрится оно просто как деталь интерьера. Я также буду использовать его как подставку. То есть поверх можно поставить, например, какую-то свечу небольшую, что угодно. Но я буду презентовать вам косметику или то, о чём я буду рассказывать в видео. Или повешу. Повешу, скорее всего, потому что я собиралась создать там такой уголок над диваном. Сейчас покажу всё по порядку. А зеркало, между прочим, очень качественное. Как само зеркало, так и рамка. Не такое вот, как типа в Пепко продаётся, которое раз и согнуло. А такое более добротное. Заказала две вот таких подушки. Сейчас расскажу для чего. Но я это сделала до того, как мы купили собаку. Мы типа как хотели, но не особо планировали. Пёсик, а теперь вот он дрыхнет рядом со мной. И остаётся надеяться, что он не будет носить постоянно эти подушки в зубах. А если да, то будем использовать их на террасе. На них были очень классные отзывы. Они есть в разных цветах. И я теперь понимаю, за что их любят. Значит, эти подушки используют в качестве пуфов. К нам иногда приходят гости, и не хватает всем места. Приходится или забирать оттуда стулья. А я подумала, что такие пуфы могут быть очень прикольным решением. Можно в детскую комнату заказать, просто на полу сидеть. Там, если ваши дети или мужчины играются в приставку, то можно купить. Это очень удобно. Я собиралась положить одну на ступеньках. У нас постоянно кто-то сидит на ступеньках. Я не могу, мне прохладно. Этот бетон не такой холодный, как плитка. Но, тем не менее, я не могу. Я постоянно переживаю за своё здоровье. На траве также я никогда не сижу. Я специально взяла не светлые, а синие. Это прям такой глубокий, благородный синий цвет, как я и хотела. Я очень довольна этой подушечкой. Я также видела, что сейчас часто делают такие широкие, низкие подоконники, на которых также можно сидеть. В кафе иногда встречаются такие подушки. И я переживала, что она будет очень мягкой и быстро просядет. Сейчас понимаю, что, скорее всего, это не произойдёт. И также здесь есть удобная ручка. Взяла сразу две, даже в одну руку и понесла. Мы практически всегда покупаем или очень светлые полотенца, или белые. Не просто потому, что это красиво. Мне очень нравится, типа, как в отеле где-то там. Не знаю, не дома. Потому что в моей семье у мамы всегда были какие-то цветные. А белые, во-первых, не выстирываются. Да, они сильнее пачкаются, но всё равно часто меняешь полотенце. Но они не теряют свой цвет. И также их можно спокойно стирать в высокой температуре. То есть любое полотенце и так придётся постирать в горячей воде, чтобы избавиться от всех микробов и от всех загрязнений. А белым полотенцем вообще это не мешает. Стирай хоть в какой температуре, суши хоть как. Но белые полотенца со временем приходится также сменить, потому что они приобретают такой желтоватый оттенок. И кому-то это мешает, кому-то нет. Но я люблю, когда дома несколько комплектов. Я взяла два больших банных полотенца и одно поменьше. Маленькие для лица у меня отдельно есть, такие универсальные. И, блин, они такие большие. Они есть в разных цветах. То есть если вы предпочитаете какие-то другие, то тоже кину вам ссылку. Они там есть в постоянной продаже. И также это очень такая приятная махровая ткань. Понятное дело, натуральная. Она будет хорошо впитывать влагу. И они также не слишком тоненькие. Знаете, бывают такие полотенца, которые буквально просвечиваются. Этим я тоже очень довольна. Это супер практично. Это дорожка. И она как бы прорезиненная. Она не просто тканевая. Если у вас есть дети, которые постоянно что-то проливают, пачкают стол, стулья и все вокруг. Но это не беда. Но вот то, что я раскладываю на стол, это регулярно пачкается, очень быстро. Поэтому у меня есть столько дорожек и всего остального. И мне понравилась такая расцветка. Опять же, универсальная, но они есть в разных цветах там. И это просто гениально. Слушайте, раз-раз протер тряпкой и снова все как новое. Обалдеть. Бокалы для белого вина. Опять же. Но я подумала, что у них настолько классная, интересная форма, что их даже можно использовать как подсвечники. А я сама люблю что-то там понакладывать вместе со свечкой. И тогда получается такая мини-композиция. Такое утонченное вести. Опять же, это не супер тоненькое стекло. Остается только верить в то, что я не поразбиваю их максимально быстро. И как-то изящно это все смотрится. Очень красиво. Наш мастхэв летнего времени, вообще всех вот этих пикниковых грилей, это чесночное масло с зеленью. Шутки шутками, а гости никогда не останутся голодными. И говорят, блин, так просто, ну так вкусно. Вот серьезно вам говорю. А, еще соль. Соль добавьте в масло, тогда вообще бомба. И я всегда подаю много хлеба именно из-за этого масла. Гости настолько привыкли, даже там родственники, которые часто приезжают. Если я не подам, они говорят, а где масло? Вот. И для того, чтобы подать хлеб, чтобы не садилась там всякая мошкара, все вот эти дела, я заказала такую штучку с сеткой. То есть, во-первых, это может быть как блюдо, для чего угодно. Даже фрукты можно положить. Но только с фруктами вопрос, потому что это натуральный материал. Надолго их не оставляйте, и может пойти сок. Я думаю, что что-то сухое, вот это вот больше сюда подойдет, да. Прикрываем, вуаля. Слушайте, я такие классные вещи выбрала. Я не знаю. Кто-то посмотрит и подумает, и куда столько, и зачем. Мне надо, я всем пользуюсь. И человек доволен. Вот прям очень, очень-очень. Насколько я помню, это скатерть. Она, конечно, очень качественная. Хлопок такой приятный, но при этом он не тонкий и не дубовый. Если я не ошибаюсь, то она должна быть влагоустойчивой. То есть, ее можно будет протереть. Но, возможно, я что-то напутала, потому что я давненько все это заказывала. О, вау! Она, конечно, очень качественная. Хлопковая скатерть. Я сразу взяла большую белую. Я очень люблю белые элементы, светлые, как в интерьере, так и когда накрываю на стол. Нравится что-то такое свеженькое. Если я не ошибаюсь, то это скатерть влагоустойчивая. Могу сейчас что-то путать, потому что я давно все это заказывала. Но постараюсь уточнить вам в инфобоксе. Здесь у меня еще и полка. Она из камня и из латуни. Но ее нужно собрать. Так что сделаем это чуточку позже. Я что, не заказала для детей? Наверное, нет. Но зато для Томака будет подарочек. Это очень красивая толстовка для Томака. От бренда Ralph Lauren. Очень качественная. Вот эта надпись, она как бы прорезиненная. И также мне нравится сочетание цветов серого, белого, красного и синего. Как-то так очень освежает, благородно смотрится. И не такая банальная терняшка, а что-то более интересное. Очень красивое. Очень. Видите, как классно сидит Томак? Наконец-то тебе что-то тоже. Да, мне понравилось. Да? Спасибо, Аула. Да, пожалуйста. Нет, просто хотела вам показать, как сидит Эмка. Мне кажется, очень красиво. Тебе идет, Томак. Волосы у тебя такие. Супер. Другая прическа. Все, такой аутфит теперь. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Если любите такие видео с домашними разными штуками, распаковки, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Я специально хотела это сделать с вами, чтобы поделиться своими эмоциями, чтобы разделить свою радость и также дать вам наводку на что-то интересное. У них там есть красивые такие маленькие интерьерные вещи и также прям большая мебель. Так что, если ищете что-то интересное и качественное, то советую. Вы посоветовали мне, а я делюсь с вами информацией и передаю дальше. Вы говорили, что Оля, вот посмотри, тебе точно понравится, и вы были правы. И, конечно же, я буду показывать в своих влогах, как я все это буду сервировать. Попрошу Томака, чтобы он также попримерял какие-то вещи. Он недавно был на мужском шопинге. Сам, говорит, купил себе оверсайз. Я ему говорю, вот зачем ты выбираешь такие вещи в облипку? Это уже давно не актуально, тем более при его телосложении. Это не совсем. Давайте посмотрим вместе. Я постараюсь его подговорить. На этом, наверное, мы с вами будем прощаться. На всякий случай скажу пока. Если что, увидимся в следующей части влога или в следующем влоге. А то часто у меня нет ни приветствия, ни прощания. Просто один влог перетекает в другой. Так что на всякий случай пока-пока.